Антонина, слово тебе. Спасибо, что ты мне его предоставляешь. Ну а я, в свою очередь, его хотела бы предоставить нашему гостю, который уже появился в нашей студии. Сегодня к нам в гости пришла Светлана Якубовская, адвокат. Ну и первый вопрос. Мы только что с вами посмотрели сюжет, очень интересный. Какое оливье готовите вы? Классическое, с тунцом или, может быть, какой-то солью интересной? Самое простое, классическое. Рецепт, он предполагает под собой того, что должно быть как в детстве. А как в детстве? Вкусно, кругу семьи. Ведь на самом деле это очень мудрое замечание, Антонина. Вот неважно что, важно с кем, я считаю. Ну и главное, что вкусно вообще-то заметила Светлана. Вот да, даже такое шампанское... Это не шампанское, конечно, потому что газировка, конечно же. Даже такая газировка гораздо приятнее в компании таких очаровательных дам. Поэтому большое вам спасибо, что вы угрожаете мое утро. Рассказывайте, как мы уже понимаем, Новый год у вас не обходится без оливье, классического, из детства вкусного, а салюты. Вы пускаете фейерверки? Нет, не пускаю. Я, как, наверное, большинство девушек немножечко трусиха. Это шумно, это опасно. Поэтому на это приятно смотреть издалека. Скажите, а машину вы водите? А насколько это опасно? Вожу. А вот как в такие праздники, которые связаны всегда с пиротехническими всякими действиями, как соотносятся машина и пиротехника? Что вы имеете в виду в соотношениях? Я имею в виду то, что ведь на самом деле наверняка бывают случаи, когда от нечаянного фейерверка происходит какая-то неприятность автомобилям. Не своим, чужим, например. Ну, если происходит неприятность, ее нужно устранять. Вопрос, если это происходит с чужим автомобилем, кому бояться и страшиться тому, кто запускал петарды? А действительно, а кому бояться? Действительно, вот тем, кто запускал эти салюты, это возможно вычислить людей? Или бояться тем, кто водит автомобиль и без лобового стекла он уже никуда не может отправиться? Ну, естественно. Бояться нужно и тем, и иным. Ведь все-таки петарды, салюты, они огнеопасны. И предупреждение, когда продают, предупреждают продавцы. И на коробках, и на упаковках везде есть предупреждение о том, что будьте крайне аккуратны, потому что все-таки это взрывоопасные вещи. Если это же попадает в автомобиль, то на сегодняшний день в городе Симферополь непосредственно достаточно много камер для того, чтобы попытаться вычислить людей, которые запускают данные вещи в неположенных местах. Ну, если же это попало в автомобиль, тем более еще и движущийся, нужно, естественно, остановиться. Ну, а потом уже обращаться в страховые компании. Вот как раз вот к этому вопросу я все и склоняю, и склоняю вас. Скажите, пожалуйста, можно ли застраховать свой автомобиль от попадения в него пиротехники? Можно, но это не общее страхование, как нас обязывает государство. Это больше подпадает под категорию КАСКО, где можно предусмотреться. То есть давайте вспомним, есть КАСКО, есть ОСАГО. КАСКО и ОСАГО чем отличаются? ОСАГО – это обязательная ответственность перед третьими лицами, а КАСКО – это полная ответственность, в том числе и за случайные повреждения, за ущерб в процентном соотношении, при несчастных случаях. То есть что бы ни случилось, денежки можно будет получить? Да. При наступлении страхового случая, конечно. Ну хорошо, а как себя обезопасить? Я пускаю вроде бы салют в правильном месте, где это разрешено, машина, которая проезжает, но это же несчастный случай. Ну, к сожалению, не все люди понимают, что такое правильные места. Правильные места – это открытая территория достаточно очень большого радиуса, где просто невозможно проехать рядом где-то автомобиль, чтобы в него попасть. У нас, ну, в Крыму, даже в Симферополе очень мало таких мест. Это площадь Советская, которую перекрывают на большие праздники, поэтому никаких автомобилей нет. Это парк Гагарина, который, в свою очередь, также не предполагает под собой каких-то... Ну, рестораны, они тоже пытаются запускать салюты в соответствующие мероприятия на открытых площадках, где невозможно причинить ущерб, в том числе транспортным тресторам. Но чаще всего мы сталкиваемся с тем, что запускают как раз фейерверки на придомовых территориях. Этого делать нельзя. Этого делать нельзя. Это строго запущено. Тоня, запиши, пожалуйста, ты очередной раз начнешь пускать фейерверки. Ну, а ты меня уже сразу же хочешь сдать. Конечно, я сразу в НКВД напишу, как только запустишь. То есть, подождите, если Саша запускает салют в неположенном месте, я могу подать на него в суд? Ну, его можно привлечь к ответственности. Интересно. В НКВД будешь писать или ОГПУ? Я думаю, Саша сначала запусти свои фейерверки. Нет, я вот хочу сказать, к счастью или к сожалению, к счастью, меня вот с детства как-то не тянет к пиротехнике, никогда не тянуло, никогда в жизни этим не занимался, даже в школе, когда там в 90-е это все было супермодно, у меня как-то всегда был холоден. Светлана, ну, вот знаете, у меня даже во дворе далеко ходить не надо, ребята сейчас петарды запускают. Кого вот нужно привлекать к ответственности? Этих ребят или тех, кто продает, получается? И тех, кто продает. В случае, опять же, какого вида пиротехника продается. Есть ограничение продажи по возрасту, поэтому, но вычислить того, кто продает, это тоже крайне тяжело. Помимо прочего, если это ребята, то привлекают тоже не их. До 13 лет привлекают родителей. Светлана, и все-таки давайте вернемся к теме страхования автомобилей. Вот что делать тому человеку, у которого такая вот несчастная ситуация произошла, когда автомобиль был поврежден пиротехникой? Первое чередно необходимо обратиться в страховую компанию. Потом необходимо зафиксировать этот момент с помощью правоохранительных органов. Если это двор, соответственно, это участковый, либо управляющая компания, который может зафиксировать, составить соответствующие документы. То есть управляющая компания тоже может зафиксировать? Сотрудники управляющей компании, конечно, они могут зафиксировать о том, что по такому-то адресу в припаркованный автомобиль получил какие-то предупреждения. Для страховых компаний этого достаточно зачастую бывает. Ну а потом, если у вас полис ОСАГО, и вы не нашли виновных лиц, самостоятельно ремонтировать, к сожалению. Ну а если КАСКО, то расслабиться? Да. Получить свои страховые денежные средства и ремонтировать за счет их. Скажите, ну а вы свой автомобиль как страхуете? КАСКО или ОСАГО? ОСАГО. То есть вы все-таки не боитесь фейерверков? Ну, у нас во дворе, я считаю, все-таки добропорядочные люди живут. Вот дай бог, чтобы у всех во дворе были добропорядочные соседи. Ну, я напоминаю, что у нас в гостях была Светлана Юквовская, это адвокат. Спасибо большое, что вы пришли к нам в эфир, и мы поговорили на очень серьезную тему. Спасибо вам. И в продолжение этой темы хотелось бы посмотреть сюжет, который подготовил Александр Кононов. Он как раз вам и расскажет, как правильно пользоваться пиротехникой. Продолжение следует...